Нет. Так, еще раз здравствуйте. У нас сегодня вторая часть семинара для руководителей школ, на котором мы постараемся рассказать о своем опыте, как прошли эти три недели. Сегодня у нас будет три спикера. Вячеслав Коновалов из Нарско-Пехлемяевской гимназии, Людмила Рождественская. Вася, так лучше? Вася, Людмила Рождественская из Таллинской Кесклинаской русской гимназии и Андрей Канте из Лосномяйской русской гимназии и просто Лосномяйской гимназии. У Андрея две школы. Сначала я передам слово тогда Вячеславу, потом выступит Людмила, потом Андрей, и после этого мы обсудим вопросы, которые у нас еще останутся в таком кругу беседы. Если у вас есть какие-то вопросы, вы их пишете в чат. Я не забираю у вас возможность включить себе микрофон, но договоримся, что мы постараемся спикеров не перебивать. Тогда микрофон лучше будет использовать уже во время обсуждения. Так, Вячеслав, я вам передаю слово, выключаю микрофон и убираю тогда. Добрый день, коллеги. Я тогда сразу слайды выставлю. Вы видите слайды? Пока нет. Ну, я начну в любом случае рассказ. Значит, наше выступление мы поделили на две части. Экран по-прежнему демонстрируется? Нет, презентации не видно. Сейчас видно в режиме редактирования. Так, хорошо. У нас выступающих двое. Я директор школы Нарвской Пехлемяйской гимназии и специалист ИТ службы – это Василий Зарецкий, который говорить будет о технической стороне процесса, который происходит в нашей школе. Значит, несколько слов о школе. У нас в школе обучается тысяча семь учащихся, семьдесят семь педагогов. Моя работа директора, она, в принципе, не очень долго пока длится, два с половиной года. И эта ситуация для нас была новой в том смысле, что, откровенно признаюсь, мы планировали провести первый день дистанционного обучения в школе 30 апреля для того, чтобы как следует к нему подготовиться. Но обстоятельства сложились по-другому. Значит, перейду к успешным решениям и практикам. На самом деле, уроки интересные могут быть в любой другой среде. На сегодняшний момент, представляясь, все самыми интересными будут уроки в видеочате в Google Meet. Они самые интересные потому, что на данный момент появилась необходимость, о которой мы узнаем из обратной связи от учеников в визуальном контакте с учителями. Поэтому эти уроки самые интересные. Помимо этого, задаются творческие задания, где детям приходится выходить, может быть, за какие-то рамки обычных заданий, выполняя их, которые мы не стесняемся выкладывать в своих социальных сетях для того, чтобы показать, что процесс обучения идет, и он не скучный и полезный, что программа тоже выполняется, а также интерактивные задания, которые выставляются при помощи интернативных материалов, например, live worksheets. Кроме этого, популярная презентация с голосовым сопровождением очень часто, особенно в первой неделе, говорилось о том, что, к сожалению, без звукового сопровождения какие-то материалы, которые выставляются в качестве учебных для разбора дома, тяжело очень понять. Вот учителя в последние недели стали сопровождать звуковым сопровождением. Значит, мне кажется, очень важна внеклассная деятельность, поскольку учеба учебой, но какие-то вещи дети с удовольствием всегда в нашей школе делали во внеклассном режиме, поэтому мы продолжаем организовывать как нашим хувиюхтам, так и ученическим представительствам разного рода флешмобы, они делились сборниками книг, фильмов, сериалов, конкурсов, чтобы никогда для гимназических классов планируем на этой неделе сделать и для начальной школы какие-то интересные беседы и так далее. И что касается классных часов, то здесь тоже появляется все больше потребность в общении, наступил некий социальный голод, поэтому классным руководителям чаще приходится общаться с детьми либо один на один в видеорежиме, либо по телефону. Что еще мы интересного, мне кажется, делаем? А то, что мы один раз в две недели мы проводим так называемые виртуальные экскурсии. Суть заключается в том, что либо через межпредметные связи, либо по одному какому-то предмету проходит всего одно занятие и задание, где, в принципе, где, например, учащиеся в зависимости от ступени смотрят видеофильм и выполняют по нему какое-то задание. Задание это делится для проверки между представителями одного методического объединения. Больше на этот день мы ничего не проводим. Это в рамках дня без экрана, но совсем не получается. Вот у нас такое альтернативное решение принято в школе. Мы с первого дня организовали обратную связь в виде анкетирования как от учеников, так и от их родителей. Доступ имеют все коллеги к результатам анкеты. И, соответственно, как руководство мы их туда все время направляем для того, чтобы они корректировали в зависимости от обратной связи свои объемы домашних заданий и материалов, уроков. Что отмечается хорошо, это то, что постоянное нахождение связи, легко найти контакт с учителем, как предметником, так и классным руководителем. Затем мы приняли решение, вот один из вопросов мы видели предварительно к этому семинару, сохраняется ли расписание. Вначале была такая идея, что 8.05 у нас начинаются уроки, также мы начинаем в виртуальной среде, но потом мы отошли от этого, и сегодня у нас дети самостоятельно. Как вот коду CONTR, ты сам решаешь, когда, какое время дня тебе удобнее даже проснуться и выполнить задание. Мы, в принципе, эту свободу предоставили ученикам. Мы продолжаем работу группы поддержки, консультации психолога, рекламируются, причем не только детям, но и родителям. В это сложное время логопед продолжает свои занятия с детьми, выходя один на один на контакт. То же самое касается социального педагога. У нас еще жизнь была немножко осложнена выдачей сухих пайков, которые местное самоуправление решило раздать всем желающим их получить. Завтра и послезавтра у нас день уже не виртуальной, а вполне реальной раздачи этих пособий, этих продуктовых пакетов. Что мы сделали по-другому? Мы не приглашали детей, поскольку они в группе риска. Мы вместо этого пригласили активных родителей, которые, значит, забирают на весь класс пакеты и разводят их уже либо по адресам, такое тоже бывает в некоторых классах, либо в каком-то определенном месте они останавливаются, и в течение там полутора часов, двух часов все родители этого класса подходят и забирают пакеты. Мне кажется, что это хорошее решение, в том смысле, что мы любим называть себя, что мы семья, поэтому чувство семейности, мне кажется, здесь еще очень интересно проявилось. И что касается детей, периодически выпадающих из учебного процесса, они имеются у нас, это было, в принципе, и в реале. Алгоритм примерно тот же самый, что и раньше, если учитель-предметник замечает, что нет слишком часто присутствия, либо нет домашних заданий или каких-то других заданий, то тогда он информирует классного руководителя, классный руководитель связывается с родителем, сообщает причину коллеге-предметнику. Если этот случай очень тяжелый, то, как правило, у нас социальный педагог, уже были налажены связи с родителями, вступает в силу здесь его роль. И если совсем тяжелый случай, когда и родители, такие у нас тоже имеются, безответственны социально, то тогда мы информируем социальный департамент. Что касается перераспределения ролей, то моя роль изменилась в том смысле, что я считаю, необходимо оказывать поддержку коллективу, с учетом того, что в нашем коллективе средний возраст педагогов 55+, поэтому им очень болезненно многим дался этот переход, поэтому я рассылаю письма, которые в первую неделю были, может быть, даже больше, чем один раз в день, со словами поддержки, что все, что они делают, это правильно, к этому надо относиться спокойно, мотивировать их на то, чтобы они дальше продолжали обучение, поскольку по-другому никак. Ну и хвалить, тоже не стеснялся за то, что они делают. Далее по процессу, по обратной связи, в том числе и от завучей, вносились оперативные изменения, опять через письма коллективу они рассылались в виде, значит, каких-то просьб или распоряжений. Мы ежедневно теперь проводим совещания с учителями, виртуальные видеосовещания, в которых отслеживаем прогресс всех аспектов школьной жизни. Ну и внутри метод объединения, я считаю, что это в отличие, например, от создания каких-то учительских комнат или собрания всего коллектива, у нас лучше это работает внутри метод объединения, где все вопросы, в том числе поделиться тем, какие платформы лучше всего работают для каких-то классов, это мне показалось лучшим решением. Роль учителя, как вы понимаете, наверное, во всех школах, теперь мы не только обучаем детей, но и сами учимся, это процесс очень сложный, очень нервозный, стрессовый, в этом смысле опять нужна поддержка со стороны руководства, которое я стараюсь оказывать. Дети стали чаще просить контактов как для объяснения какого-то непонятного материала, так и в качестве психологической поддержки, и поэтому роль учителя — это еще и оказывать моральную и психологическую поддержку, чтобы мотивация на учебу не терялась. Нам очень повезло в школе, что у нас Василий, которого, видите, на экране является специалистом по IT-сфере, и Василий очень оперативно отреагировал на все изменения, поэтому его роль связалась к тому, что он составлял свои собственные видео о том, как использовать ту или иную платформу, тот или иной метод или какие-то инструкции по применению, поэтому все они имеются в наличии, сложены на Google диске, доступны всем для пользования. Кроме того, Василий оказывал техподдержку, если коллеги обращались, например, за компьютером, который они хотели взять домой из школы, и там необходимо было какое-то программное обеспечение или почистить его. Кроме того, сейчас у нас запущено картирование для того, чтобы понять, что на сегодняшний день необходимо коллегам. Мы получаем в виде анкет обратную связь, что у них получается хорошо, в чем есть проблемы, для того, чтобы уже адресно оказывать им поддержку. Ну и вот касательно дистанционной занятости, такой, может быть, небольшой пример, но у нас был лаборант, который преподавателям-естественникам оказывал поддержку, то есть готовил опыты и так далее. И сейчас она в это время приняла в себя функцию помощника учителя в составлении каких-то тестовых заданий, а иногда даже их проверки, поскольку это тесты, то есть там, ну, как бы правильный ответ, может быть, один или несколько, но она их знает. И я считаю, что это неплохой пример того, как лаборант может помочь. Мой последний слайд заключается в главных темах следующих недель, прежде чем я передам слово Василию, который расскажет о технических наших решениях. Ну, накопилась уже усталость от самого процесса удаленного обучения, поэтому я считаю, наша задача будет вместе с Василием добиться того, чтобы учителя комфортно себя чувствовали в среде Google Meet, это тот инструмент, который мы выбрали в школе для проведения видеоуроков и видеочатов. И, как я и сказал, этого требуют ученики, хотят больше видеть учителя, больше объяснений, больше возможности задать вопросы напрямую. Дальше, вот во время проведения этих видеомостов мы поняли, что дети, это факт, выглядит бледно, буквально в смысле, потому что, ну, получилось так, что взрослые создали эту ситуацию, детские площадки закрыты, больше двух не собираться на улице, то есть и родители зачастую просто детей не выпускают из дома. И мы хотим адресовать эту проблему тем, что, может быть, создать какие-то квесты, то есть буквально физическое хождение по микрорайону через QR-коды, может быть, но сделать это обязательно семейным мероприятием, чтобы хотя бы на выходных вместе люди выходили почаще на улицу. Или проводить день без компьютера, может быть, это еще следующее решение, или, может быть, это будет день, например, физической активности какой-то, совсем без экрана. И что, с чем сложность есть в том, что основная проблема, о которой жалуются и родители, и ученики, это объем. То есть объем задаваемых заданий. некоторые жалуются, что проводят слишком много времени перед экраном компьютеров. На это все время мы обращаем внимание как администрация. Поэтому разумность, адаптивность, повторение ранее пройденного вместо форсированного прохождения новых тем, а также спокойствия и терпения – это те принципы, на которых мы базируем свою работу и в ближайшие дни. На этом я прощаюсь с вами. Благодарю за внимание и оставляю вас вот с этой цитатой о том, что все мы, педагоги, как будто управляем самолетом, одновременно заканчивая его конструкцию. А то, что мы поняли, это то, что никакой вирус не остановит самоотверженное его отношение педагогов к детям. Василий, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Василий Зарецкий. Я являюсь ИТ-специалистом в Нарской педагогической гимназии. И сейчас постараюсь рассказать о самых основных моментах нашей работы, с чем нам приходится сталкиваться в поседневной жизни и как мы организовываем нашу техническую сторону удаленного обучения. Стратегия и коммуникации. Значит, стратегия коммуникации, как мы связываемся, как мы общаемся. В принципе, эта связь происходила и при обычном обучении, да, стационарном, когда все находились в школе в привычной обстановке. Сейчас немножко ситуация изменилась, но сервисы, которыми мы обычно пользуемся, они и сейчас помогают нам в нашей работе. Во-первых, в первую очередь это электронная школа. Через электронную школу мы делаем все практические оповещения для детей, для родителей, для учителей. Также мы организовали четкую работу, как учителя задают задания детям. То есть все практические задания у нас идут в домашние задания. Все описания уроков просто будут в разделе учеба. Значит, электронной почтой пользуемся мы все, работники и учителя. Общаемся мы через электронную почту. Самые важные новости через эту среду происходят. Также происходит обмен между учителем и учащимся. Дети присылают домашние работы. Также учителя какую-то помощь оказывают через электронную почту. Значит, система OPIC, да, она у нас использовалась и в обычном, и при обычном обучении стационарном. И сейчас это как вспомогательный инструмент. Достаточно много заданий. Там можно выполнять особенно для детей первой ступени. очень хорошее задание. И учителю возможность есть дать какие-то задания уже готовые через OPIC. Дисгугл и все, что связано с пакетом G Suite. Здесь у нас тоже работа ввелась достаточно давно. Мы подключились почти уже 4 года назад к этому пакету. и пользуемся основными сервисами. Google Classroom пока, так сказать, в начале нашей работы, но все равно пытаемся сейчас к нему подключиться. Без Google Classroom мы уже использовали Дисгугл. Сейчас это используется среда для создания тестов, хранения, распространения материалов и, возможно, также для создания различных интерактивных заданий или тестов. Google Meet — это новая для нас среда. Раньше мы ей не пользовались. Сейчас она очень нам помогает для организации видеочатов. И так как это входит пакет G Suite, то очень удобный инструмент для создания видеоуроков и живого общения как учитель-ученик, так и руководство школы, так и техподдержка. Я тоже провожу занятия с учителями, для объяснения каких-то новых возможностей интерактивного обучения. Использование онлайн-сервисов — это, в принципе, тоже было обыденной частью нашей школьной жизни повседневной. Сейчас это просто на это делается упор, и максимально учителя стараются использовать всевозможные среды для организации именно интересного интерактивного обучения, удаленного, чтобы дети не только писали на бумажке, фотографировали, но и делали эти задания с помощью интерактивных сред. Система ACE, конечно, очень нам помогает. Спасибо Анастасии за всегда своевременную поддержку. Учителя, кто пользовались раньше, кто создавали тесты, кто открывали детям доступ, в основном это шестой класс, уровневые работы, сейчас также начали активно пользоваться, создают свои тесты, свои задания, открывают доступ к уровневым работам. И детям, в принципе, тоже интересно выполнять эти задания. Задания интересные, построенные все на учебной программе, для повторения, также для закрепления какого-то нового материала, шикарная среда. Надеюсь, что будете в дальнейшем ее, Анастасия, развивать. И, как вы уже писали сегодня, создадите возможность учителям самим создавать какие-то задания, хотя бы простенькие, но чтобы это было в этой системе и доступно для дальнейшего использования. Так, очень часто сейчас учителя используют встроенные сервисы, если учителя Macintosh, Mac, MacBook и все, что с ними связано, устройства, используют утилиты, встроенные для записи видеоуроков. И также я использую эти возможности. У кого Windows, там тоже есть. Windows 10, там точно есть такая возможность. Тоже запись видеоурока, не устанавливая никаких абсолютно программ. Очень удобно записать урок или объяснение с помощью этих средств. Комстудия, пока я не слышал, чтобы из наших кто-то пользовался, но Юрий Витальевич, у нас учитель географии, он точно пользуется, да, один пока. Поэтому, в принципе, это как план. Может быть, если не справимся с помощью программ, встроенных уже в операционную систему, тогда я сделаю какой-то урок по CamStudio или что-то похожее. Также звуковые файлы, да, как сказал Вячеслав Владимирович, учителя пока этим чаще всего пользуются, записывают голос и прикрепляют его в презентацию. Очень удобно. То есть, если, может быть, не всегда удобно создать видео, чат, да, время тоже расписано, много уроков, много учителей хотят провести такие уроки с видео-чатом, то хороший вариант сделать презентацию с записанным голосовым сопровождением учителя и потом также разместить на диске Google и поделиться этой презентацией с учащимися. Учителя у нас некоторые записались на онлайн-обучение о Google Classroom. Надеюсь, что они тоже будут делиться с коллегами. Я, если дойдут руки, тоже буду участвовать в развитии этого раздела, если будут такие заинтересованы у нас в коллективе, потому что сейчас такой поток информации идет и не все сразу им осилить, возможно. Ну, классные блоги, сайты, общение через Viber, соцсети — это также было, особенно на первой ступени обучения. Учителя, классные руководители делятся заданиями, делятся полезными материалами, домашние задания задают, получают ответы на эти домашние задания. Здесь тоже достаточно эта область хорошо развита. Новые два сервиса, которые я показал не так давно нашим коллегам, Google Chat и Jamboard, тоже потихонечку внедряем эти средства в процесс обучения. Не знаю, насколько они приживутся, потому что быстрее организовать видео-чат, чем переписываться через Google Chat. Видео-чат намного быстрее, может быть, Google Chat и не приживется. Jamboard тоже под вопросом у меня, мышкой рисовать там и так далее, тоже не очень удобно. Если кому-то из наших коллег понравится, то, в принципе, я не против, всегда готов помочь, если что-то будет непонятно. Небольшой отчетик из G Suite по тому, как мы используем за последний месяц этот пакет. Как вы видите, Gmail почта используется у нас так ровненько, все коллеги пользуются. Google Диск чуть пошел на подъем, это и понятно, количество прибавленных файлов вы видите. Всего писем стало почти на 50 тысяч больше. И 363 видео встречи на момент, это 2 апреля было, уже были организованы и проведены. То есть я думаю, что эта цифра будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Ну и также видите Google Class, фиолетовая, самая нижняя пока, к сожалению, полоса. Но, надеюсь, она тоже будет немножко расти. И учителя будут пользоваться этой возможностью, если на это у них, конечно, останется время. Итак, какие проблемы и что не получилось? Ну, что не получилось, пока сложно сказать, все в процессе. А проблемы основные самые, это, как я уже сказал, очень огромный поток информации. Я как могу стараюсь его фильтровать, да, то есть смотрю по обратной связи, сейчас мы анкетку запустили, буду смотреть, что нужно, а что не нужно, да. То есть учителя сейчас имеют у нас с пакетом G-Suite, в принципе, все необходимое для организации, да, обучения интересного, интерактивного и очень удобного. Помимо этого, куча, конечно, средств есть, различные среды и так далее. Но я решил, что мы все будем по полочкам постепенно изучим и освоим то, что у нас есть, то, что бесплатно для школы. И если мы в этом разберемся, научимся, тогда можно уже идти дальше. Очень часто меня учителя спрашивают про Zoom. Я говорю, да, без проблем, сделаем и про Zoom обучение. Давайте освоим Google Meet. Если этого будет мало, тогда перейдем к следующему уже этапу. Кто самостоятельно, там тоже так индивидуальную помощь оказываю. Но вот так вот глобально для всех, потому что куча писем от руководства, от учащихся, родителей, коллеги, количество почти в 50 тысяч новых писем за последний месяц, в принципе, дает представление о том, насколько увеличился поток информации и обмен информацией со всеми заинтересованными лицами. С техникой, конечно, есть проблемы. Проблемы, как и за отсутствие техники. Если техника старая, то, конечно, какие там запись видеоуроков, какие там видеоконференции, ничего не тянет. Учителям мы помогаем, даем школьные ноутбуки. Техника для учащихся переходит по программе каждому школьнику по компьютеру. У нас, слава богу, не так много детей, которые нуждаются в этом, но они есть. Также широко используется у нас удаленная помощь. и очень часто мы это делаем через Инвьюзер или AnyDesk. Очень удобно помочь учителю или учащемуся что-то установить, что-то настроить. В принципе, эти программки спасают. Также через телефон и почту 24 на 7 помощь оказываем. Так, Вася, спасибо. Мы немножко сейчас закончить должны, потому что время уже больше пошло. Уже и все. А, ну вот, видишь, как здорово. Так, теперь я передам слово Людмиле. Спасибо, Василий, спасибо, Вячеслав. Так, Людмила, я вас вижу. Скажите что-нибудь. Да, привет всем. Так, слышим. Видна ли моя презентация? Да. Она грузится, да? Грузится. Коллеги, я Людмила Рождественская, образовательный технолог Таллинской и Кислиновской русской гимназии. И сегодня мы обмениваемся опытом, ну, можно сказать, катастрофического погружения в цифру. Так бы я определила сегодняшний момент. Вынужденного, конечно, погружения. Тем не менее, есть свои совершенно замечательные окна возможностей, которые открылись. Что представляет из себя наша школа? Надо понимать контекст. Около 1300 учащихся и около 100 учителей, учитывая совместителей, два школьных здания на расстоянии километра друг от друга. Вот этот факт маленький, он, так сказать, может быть, в свое время позволил нам достаточно быстро мобилизоваться и сейчас, когда пришла пора, что называется. Потому что, вы понимаете, что управление школами, находящимися на таком расстоянии друг от друга, не может быть иным, кроме как дистанционным. И, собственно говоря, мы достаточно хорошо были готовы, потому что мы 8 лет Google школа, мы тоже используем, как пеклимейская гимназия, решение Google для образования. И все у нас было хорошо, и мы даже дважды в год делали так называемые дни дистанта, в своем формате. И мы знаем, что от нас такая пошла, так сказать, практика по таллинским школам, потому что к нам обращались очень много школ с запросом передать свой опыт. Что мы успешно и делали. И, может быть, это нас спасло 13 числа, когда было объявлено о том, что с понедельника мы начнем учиться онлайн. И все то богатство, которое мы не просто имели, но у нас был опыт его использования. Опыт, конечно, разношурсный, разнообразный, в зависимости от предмета, учителя, его возраста и так далее. Но есть группы сервисов, которые мы использовали однозначно уверенно, потому что, повторяю, дважды в год, мобилизуясь, мы делали свои вот эти вот дни дистанта, в которых культивировали метапредметный подход, функциональную грамотность чтения, значит, и вообще функциональную грамотность, математическую грамотность. То есть мы отрывались от классно-урочно-предметной системы в своем подходе. Что же это за средства? Это Google Диск, это Google Сайт и календарь, Google Класс, ну и все, что на диске, все то богатство, которое, так сказать, файлы диска, предоставляют нам. Конечно, значит, 14, 15, 16 числа все зазвонило, включились все каналы, все вайдеры, ватсапы и, так сказать, остальные приложения на телефоне, но у большой школы налаженная коммуникация. Это, так сказать, огромный плюс. У нас учителя проверяют, нельзя сказать, что они проверяют почту, почта просто попадает в момент отправки. К каждому учителю на его телефон. Это такая сложившаяся практика. Я знаю, что не везде так, но у нас это было так. Это, может быть, нас спасло в первые дни и даже, может быть, часы. Не было массовой практики использования видеоконференций, просто не для чего было. Сейчас немножко позже покажу, как все это развернулось. Очень важно, что условия для скоростного десантирования, десант, технические, организационные, они как бы у нас сложились именно из-за того, что был некий опыт. И из того, чего как бы не было, потому что остальное все было, и рабочие аккаунты, и группы расширки по классам, и инфраструктура в общем десантной среде, было создано кризисное расписание, но я прошу не пугаться этого слова, расписание, оно не привязано было ко времени, оно было привязано к дням, учителям и предметам. Потому что для такой большой школы отсутствие расписания – это хаос все-таки. Поэтому сделать его было нужно, и наша заучь по памяти, ее же не нужно было делать, привязывать к классам и к домам это расписание, вручную за 40 минут для всей школы сделала это расписание. Из того, что в организационных моментах мы сделали правильного, мы распределили, ну, как нам кажется сейчас, ответственных за публикацию контента по предметам одного на параллель. Надо сказать, что у нас есть параллели до пяти классов, и один учитель в любом предмете отвечает за параллель, и это было с первого дня, и при неделе это так. Обратную связь осуществляет тот учитель, который знает детей, потому что делать это в полном виртуале, не зная детей, очень сложно. И хотя Classroom использовали очень многие учителя в школу, я считаю, что это лучшее на сегодняшний день решение, которое задается для дистантного обучения, нам пришлось сделать курсы, потому что Classroom использовался процентов на 30. У него есть такие опции, которые позволяют автоматизировать обратную связь и оценивание, что сейчас очень актуально. Значит, я не буду тут вас грузить какими-то серьезными вещами, но нужно очень хорошо понимать, когда вы берете какой-то инструмент, какова цель использования этого инструмента. Но сначала понять, какую задачу вы решаете, а потом уже хвататься за там, ну, на наш взгляд, блок, сайт или еще что-то, потому что, в принципе, может урок их чате полностью провести. Знаете, и это будет урок полноценный. Здесь учитель все равно работает с собой, он себя воспроизводит, оцифровывает, либо в текстах, в четких инструкциях. Кто не может написать четкую инструкцию, ему нужно обязательно присутствовать в виде, значит, какого-то изображения себя, может быть, аватарки. Это все очень вопросы, которые еще дождаться будут осмыслений. Но здесь написано, что мы понимали на тот момент, как мы это организовали. Что обязательно нужны какие-то курсы по параллелям, что нужно кризисное расписание, о котором я уже сказала. Что нужно обязательно обеспечить публикацию заданий, так, чтобы ученики, зайдя, каждое утро могли видеть эти задания, могли приступить к работе. Нужна обратная связь. Без нее мы не можем гарантировать выполнение заданий, и вообще не можем гарантировать, что такое онлайн присутствие. Ученик был, даже поднимал руку в видеоконференции, абсолютно ничего не означает. И оценивание сохранить в каких-то видах, возможно, думать о каких-то его форматах, потому что первые две недели мы в ЭКОЛе оценки не ставили по рекомендации Министерства образования. Но сайты всегда были нашим другом. Вот так выглядит сайт любого предмета. Мы, собственно, сделали шаблон и потом клонировали его на все классы. В общем, за три часа в ночь с 13 на 14 была создана система, при которой есть сайт, здесь список предметов. Ну, сейчас вы видите скриншот сайта 10 класса. В него встроено расписание, и каждое оглавление предмета в расписании, видите, здесь нет времени совсем, есть числа, оно привязано ссылкой на Google сайту к странице. Вот. Расписание создается на основе готового шаблона. Вот видите, оно все со ссылками. Собственно говоря, шаблон, вот он содержит графу времени столбец, но мы его не используем, потому что необходимость отпала. И так примерно выглядит по датам распишания на каждый день. Что важно про распишание понимать? Понимаете, это не все-таки иди туда, страница такая-то, открой то-то, закрой то-то. Это все-таки некая инструкция, в котором ученику прописаны учебные результаты, которые нужно достичь. Может быть, вам это кажется излишним или скучным, но на самом деле это правило дистанционного обучения, что это должно быть. Потом следует материал урок. Это как бы тот минимум, который нужно сообщать ученику. Иначе это будет, так сказать, бегание по сайтам, выполнение каких-то квестов. Но как бы для чего это дается ученику? И он быстренько сообразит вообще, где можно сэкономить. Где можно, так сказать, развернуться. Мы сделали такие самодельные таблицы продвижения. Вот здесь вы видите, как бы, три основных цвета – желтый, зеленый и красный. Ну, светофор настоящий. Но также видны оттенки некого зеленого цвета. Ну, на мой взгляд, это решение не идеальное. Ну, оно на две недели было хорошо. Потому что благодаря такой систематизации, вы видите, тут стоят даты, соцработники и классные руководители могли увидеть тех детей, которые пропали. Что такое пропасть в виртуале? Ну, непонятно вообще, где ученик. Он, так сказать, просто не делал какое-то задание. Если мы видим сплошную красную полосу, уже пора бить тревогу. Ну, и заодно нашлась занятость соцработникам, которые, значит, связывались уже оперативно там с классными руководителями. Ну, здесь такая юмористическая картинка. Не я ее автор, автор учениц седьмого класса нашей школы, автор мема. Вот видеоконференцию. Так они видят эту конференцию. Мой класс на онлайн-уроках. Очень забавно. Но я как раз не сторонник того, чтобы мы всю школу посадили в видеоконференции. Потому что, ну, это воспроизводство классно-урочной предметной системы в онлайне. И есть такие проблемы. Учитель, не владеющий этим, недостаточно хорошо понимает ограничения. И, собственно говоря, чем занять, как обеспечить этот интерактив на уроке. Но что детям нужно было живое присутствие, с этим никто не спорит. Особенно в начальной школе. Но сидеть 4 или даже 5 уроков второкласснику подряд и на видеоконференции – это нарушение всяческих норм и вообще бессмысленное занятие. Вот. У нас тоже есть статистика, которую мы собирали. И вот видно, что 14 марта начинает расти кривая использование Google-класса и остается на стабильном уровне. Ну, с почтой и с обмена файлами у нас всегда было хорошо. Но и использование календаря как средство привязки к дате какой-то, к дедлайнам. Вот, пожалуйста, объемы почты. Приросты почты вдвое – это за конец февраля. Приросты файлов втрое практически на 200 почти процентов. И видеоконференции прирост, я таких цифр никогда не видела вживую, 7 515 процентов. Это означает, что за одну неделю, вот когда мы запустили Google Meet, у нас произошло в день 2000, значит, вот этих митов, встреч. Если поделить на 5 дней, то получается 400 встреч в день на школу. Но вот поскольку совершенно нет никакой ни науки, ни практики, которая все это обеспечивает, совершенно непонятно, это много или мало, должно ли быть так, хорошо это или плохо. Но это так. Про основные виды заданий я даже не буду говорить. Мы достаточно были хороши доморощенным способом. У нас практиковались многолетние рабочие листы с интерактивом, с ссылками. Это для нас не представляло проблемы. Но быстро выяснилось, что такая форма работы, однообразная, достаточно утомительна. И достаточно быстро выгорают учителя, чтобы все время работать с этими листами. Поэтому мы отпустили и сказали, что если вы... Ну и надо понимать, что учитель все-таки не автор учебников, не методист. И если есть электронные какие-то системы, задания, те же учи.ру, великолепный сайт, куда можно учеников отправить, но с правом мониторить все-таки процесс. Потому что просто отправить, иди туда, не знаю куда, и сделать то, не знаю что. Это совершенно неприемлемо. Но хочу подчеркнуть, что у нас есть специфический инструмент teacher-tessmos для уроков математики. Это отдельная песня. Я сейчас веду курсы для учителей математики. Вот сегодня второй день, куда пришли, так сказать, дети... Извините, учителя. Очень интересно, обратная связь и коммуникация. Приходили веселые сообщения, какой из уроков бы вы отметили за первую неделю. И дети массово стали писать кахут. Появился такой новый предмет. Кахут. Но совершенно были большие риски утраты предметов творческого цикла и физкультуры. И как-то мы сразу сообразили, что нет, мы их не убираем. Хотя они очень, вроде бы, на первый взгляд, трудом подвергались оцифровыванию. Поэтому уже 20 марта мы провели физкульторазминку, куда пришло 135 учеников какой-то параллели. Вот два наших учителя физкультуры. И эти физкульторазминки прижились. Они происходят каждый день. И сейчас уже, так сказать, и для учителей они тоже проходят. Первое время был затеян великолепное сообщество, которое выросло более двух тысяч с лишним участников. Я очень сомневаюсь, что это учителя только из Эстонии. В Эстонии нет столько русских учителей, русскоговорящих. И там было предложено решение детям побегать с эндомоды. Есть такое приложение. И сделать, значит, соответствующие такие красивые рисунки в своем районе. Но быстренько ввели новые ограничения на, так сказать, больше двух не собираться. И тем не менее, учителя физкультуры, вот они, собственно говоря, в соцсетях выложили благодарность детям, которые пошли и сделали, потому что им это было просто интересно. И они не нарушали никаких требований. Они там не собирались больше двух. Достаточно одного ученика, одного смартфона. Очень была большая потребность увидеть живого учителя. И поэтому мы стали использовать в соцсети, как, вы видите, все залегли на дно. Вообще, что происходит, непонятно. Все одновременно оглохли, ослепли и оказались в полной темноте. И поэтому мы поняли, что надо какие-то бульки выдавать на поверхность. У нас хорошо работал страница на Facebook. Мы решили ничего нового не изобретать, по разным каналам они распыляться. И наши учителя стали, ну, во-первых, они проводили онлайн-уроки, а, во-вторых, какие-то послания открытые ученикам. И очень важно, что родителям тоже. Продолжались уроки искусства. И надо сказать, что такие периоды оказались необычайно плодотворными в смысле творчества. Потому что то, что рождали дети, и чем они могли радовать не только вообще нас, а весь мир, потому что это открытая среда, это Facebook. Те приемы, техники, которые владеют наши учителя искусства, вы понимаете, этот предмет вышел чуть ли не на первые роли сейчас. Потому что мы ничего не видим, что там происходит в биологии, в химии, в физике. Вообще-то это неправильно. Вообще-то должно быть по-другому. Оказалось, что они владеют не только там какими-то бумажными техниками, но вот где они хорошо подготовлены в плане цифры, это диги-арт, цифровое искусство. И они стали создавать шедевры, которые требуют уже очень важно понимать, что все это очень время затратно. И если ученик готов потратить несколько часов на создание полноценного мультфильма, да еще социальной направленности, это оказалось потрясающим, мне кажется, выходом, кейсом таким. Не прекратились совершенно, не прекратилась никакая, значит, не классная работа. Напротив, ее стало как-то больше. От выставок кошек до хобби. Вот мы затеяли акцию «Стей хоум», «Оставайся дома», «Пищи кодус». И тут тоже оказалось, что... И самое главное, что здесь и учителя, и ученики на равных в коллекции участвовали. Публикация коллекции в открытой сети с ее лайками, с ее всякими там одобрениями, комментированиями – это для детей. И тоже дополнительный канал эмоций, обратные связи, что, посмотрите, мы оценены, взрослые нас увидели. Наконец-то наши учителя увидели нас вот такими в другом предмете, где я умею рисовать, я умею петь, я умею танцевать. Но вот это просто шедевр от очень такой скромной ученицы 11 класса, который, в общем, ну, скромный человек, такой, что называется, тихий. И вдруг вот такая была создана прекрасная, прекрасный рисунок. Мы сейчас думаем марку выпустить с таким делом. Помню, классные мероприятия всякие, от кулинарных поединков до всяких чуть ли не дискотек. Оказалось, что соцсети – невероятно эффективный инструмент в такой ситуации. Вот у нас есть канал, вот он здесь прорекламирован. Оказалось, что чем моложе родители, ну, чем моложе сами дети, тем больше у них посещаемость школьной страницы. Более 60% регулярно читают. Это опрос после первой недели. Сейчас мы просто не проводили второй, потому что первый был обзор на 28 страницах. Но учителя ринулись его читать, потому что было ужасно интересно. А как же это видят все родители? Совершенно стало понятно, что кроме уроков, извините, школа должна какие-то свои функции в новом качестве продолжать. Все стали оцифровываться, специалисты поддержки. Нашли себя школьные психологи, даже пригласили каких-то ведущих психологов. Состоялся родительский клуб онлайн. Обратную связь мы в основном получали позитивную. Слова поддержки, благодарности, что вот оказывается мы такие продвинутые. Так хорошо, что мы быстро так мобилизовались. Но было понятно, что кризисы неизбежны на этом пути. И чем дольше будет идти затяжной карантин и затяжной дистант, тем сложнее будут проблемы, которые нам придется решать. Родители стали, вы знаете, обращать внимание на то, что происходит в школе, поскольку им пришлось стать соучастниками в прямом смысле учебного процесса. Вы знаете, были и очень интересные письма и предложения. Например, требование делать уроки по информатике для IOS. Понимаете, вдруг одно письмо, причем в таком несколько приказном тоне, пришло от мамы, которая стала по-своему разуметь, а что там происходит на уроках информатики. На что я была посла на очень подробное такому родителю письмо о том, какая существует программа, что мы работаем в браузерных версиях приложений, которые не зависят от компьютеров, потому что, вы знаете, делать под IOS еще в этих условиях было бы совсем странно. И лучшие практики, если подвести итог внутренний, потому что мы сегодня можем говорить на сегодняшний день о тех приращениях, которые не только в дигитальных компетенциях произошли, это, кстати, мем, который сделал ученик-семиклассник в нашей школе. Когда ты понял, что твоя школа инновационнее других, ты получил больше домашней работы. Многие об этом говорят, и вообще все об этом говорят, потому что дистант, вот такой карантинный вариант, обнажу все те проблемы, которые есть в школе, в частности, непомерный объем учебной работы и даже перекос домашних заданий в этих объемах невероятный. Нам надо что-то с этим делать уже сейчас. Но кроме минусов возросло сотрудничество счастливых секций. Все стали сотрудничать со всеми. Все заклятые друзья стали настоящими друзьями, стали уважительно обращаться в письменные коммуникации и так далее. Не остановилась никакая подготовка к творческим конкурсам. Напротив, у учеников появилась возможность вместо там отсиживания на уроках заняться тем, что действительно нравится. Школьный канал стал неформальным. Я хотела бы такой показать, это мой собственный мем, который, в общем, о том, это отдельная тема для разговора, я не думаю, что мы уложимся в сегодняшнюю встречу, о том, что учитель, ставший перед необходимостью оцифровать себя, назовем это так, все-таки должен быть устроен сложнее вируса, и сложнее говорящей головы в видеоконференции, интереснее, многограннее, не заменять собой всего той сложности мира и возможностей, в том числе и поисковых систем, и образовательных ресурсов, которые есть на сегодняшний день. И вот я не склонна разделять какие-то пессимистические прогнозы, мне кажется, вообще все было не зря. Второй момент. Школы должны обмениваться лучшими практиками. Здесь намеренно содержится парадокс, потому что подводная лодка не может выпускать перископ, но она сейчас лежит на такой глубине, и рискует увязнуть в тени школы как таковые, что коммуникация обязательно должна происходить, и вот эти лучшие практики должны появиться в сообществе. И я еще назову, так сказать, конец общей проблемы, которая мне видится сейчас у школ и учителей, что мы научились действовать в ближайшей перспективе, но нам нужно какое-то стратегическое планирование на дальнюю перспективу. Будет продлена, так сказать, карантинная запрета и обстановка или нет. Это не важно, потому что то, в какую школу мы вернемся в сентябре, зависит сегодня от нас. Построить что-то из подручных средств мы сумели. Молодцы. Что дальше? Второе. Массово стал вопрос, он всплыл обязательно, о защите личных данных, и уже не просто, так сказать, на словах, а на деле. И все как бы сразу заинтересовались этим вопросом, а что это означает и что на самом деле за этим стоит, потому что массовое проникновение в видеоконференции, записи свободные, это все, конечно, породило такие ситуации. Кроме цифровых навыков слабых учителей, нет навыков коммуникативного поведения в сети. Что это означает? Понимаете, я в Фейсбуке присутствую как учитель, но почут там котиков, цветочки и свой огород. Рядом происходит обмен живыми практиками, а я там по-прежнему считаю, что мне кто-то должен прийти, объяснить, как мне там что-то включить или настроить, или как мне работать в класс-роме. Понимаете, я понимаю, что сейчас и Новая, и Лехица предложили нам много курсов, но есть вещи, в которых учитель должен быть способен разобраться сам. В конце концов, это действие по инструкции. Инструкций хороших достаточно в сети. И сейчас как раз, когда у школ не хватает ресурсов, вот наличие этого коллективного ресурса и обмена, мне представляется вообще ключевым, что нам нужна эту практику. Понимаете, мой дом, моя школа, моя крепость, все мое, вплоть до того, что начать коллективно создавать ресурсы по предметам. В одиночку это сделать как бы очень сложно. Ну, опасность выгорания существует. Нам нужно думать о том, как эффективно теперь построить работу учебную в сети. И меня волнует частный вопрос содержания уроков в формате видеоконференции. Я не очень верю в то, что это нужно делать. Онлайн-консультации – да. Языковые уроки – да. Живая практика. Но не более того. Ну вот, нам всем придется оцифровываться больше. Спасибо за внимание. Так, спасибо, Людмила. Очень интересно было. Вот у меня прямо карантикула. Это прекрасно просто. Не знаю, кто придумал. Мы тоже не знаем. Мальчик подхватил, да. Очень здорово. Вот, спасибо огромное. Теперь я передам слово Андрею. Андрей, вы меня слышите? Я вас слышу. Да, мы немножко вышли из графика, но нам не нужно прямо заканчивать 15 ровно, поэтому вы спокойно говорите все, что у вас запланировано. Так, я тогда выключаю микрофон. Я, в отличие от коллег, так не подготовлен. Поэтому, может быть, моя речь будет несколько сумбурная. Но вначале, так как я нахожусь в таких особых условиях, пользуясь случаем, хочу по благомяйской, злосномяйской русской гимназии. Я надеюсь, что меня сейчас слышно, потому что у меня периодически выскакивает окно, что с интернетом проблемы. Но сейчас услышно, все хорошо. Все слышно, да. Потому что благодаря тем людям, которые меня окружают и поддерживают, мы смогли сделать то, что мы сделали. А, в общем-то, любая организация, ее дееспособность, ее развитие связано с тем, насколько быстро люди могут адаптироваться к изменяющимся условиям. И я могу сказать, что, в общем-то, эти три недели показали очень хорошую и слаженную работу. Поэтому я горжусь. Не хочу использовать слово подчиненными, потому что они никакие не подчиненными партнеры. И действительно, и учителя, и администрации обеих школ сработали как надо. Так как коллеги уже очень много таких пунктов обозначили, я бы, может быть, сосредоточился на том, что для моих, наших двух школ является, наверное, такими особыми достижениями. Ну, мы столкнулись с тем, в первую очередь, что очень многие учащиеся не имеют аккаунтов в ЭКОЛЬ, они пользуются родительскими аккаунтами. И достаточно оперативно мы, в общем-то, нашли всех этих учащихся, разыскали, сумели им помочь в том, чтобы они свои аккаунты сделали и не выпадали бы из учебного процесса. Мы можем сказать, что вне зависимости от возраста подавляющее большинство учителей понимают принципы такой дистантной работы и не перегружают учащихся домашними заданиями. Здесь отдельно хочу сказать, вот в чем плюс совместной работы между школами. Прежде всего, это, наверное, обмен каким-то интеллектуальным вкладом в работу. Ну вот, например, кризисное совещание, которое мы 13-го числа проводили и с одной, и с другой администрации, они позволили нам разработать принципы дистантного обучения таким образом, чтобы они действительно поддержали. получаем разную обратную связь, может быть, не совсем логично, некоторая работа построена. Но при всем при этом мы можем сказать, что эти принципы мы сформулировали исключительно во взаимодействии. То есть две школы работали над тем, чтобы сделать эти принципы приемлемыми. на сегодняшний день, несмотря на то, что школы очень большие, это 1300 учащихся, 1200 учащихся в другой школе, мы можем сказать, что контакт классных руководителей и учителей-предметников с учащимися на достаточно хорошем уровне. каждый сам выбирает себе канал, с помощью которого он контактирует с учащимися. Но в основном, конечно, мы используем платформу G Suite, это Google Meet. И здесь я бы хотел сказать, что, наверное, данная ситуация позволяет нам контактировать даже с жизнью, потому что у нас ежедневно проходит в обеих школах заседание руководства. То есть у нас такой расширенный административный совет собирается. Еженедельно собирается метод совет, где мы самые насущные проблемы обсуждаем, которые мы от учителей получаем, от родителей информацию, по которым получаем. И еженедельно у нас по четвергам проходит собрание общего коллектива, которые позволяют нам, в общем-то, эффективно взаимодействовать. Мы знаем, какие у нас есть проблемы, можем эффективно делиться информацией. Также можно сказать, что нам повезло, в общем-то, с родителями. И мы на прошлой неделе организовали общешкольные родительские собрания, используя платформу Google Meet. Там, конечно, не все родители были, но представители от каждого класса были. Также мы, используя платформу Google Meet, встречаемся с нашими учащимися, обсуждаем проблемы. То есть такая социальная адаптация к этому процессу тоже происходит. Учащиеся могут высказываться и доводить определенную информацию до членов администрации. И это очень радует. Мы можем сказать, что у нас на сегодняшний момент такая очень тесная связь с учащимися. И, в общем-то, не только через формы обратной связи, которая у нас с первого дня нашей работы в активном виде есть в интернете, и в ЭКОЛе постоянно есть эти ссылки, но и вот используя такой визуальный контакт. Могу сказать точно, что учащиеся, несмотря на, может быть, перегруз определенный, более адекватно и положительно эту всю обстановку воспринимают. То есть мы получили очень много такой поддерживающей обратной связи от учеников. И, в общем-то, учителя, будучи в такой некой изоляции, им тоже очень приятно получать эту обратную связь. Ну, пусть даже через администрацию, иногда в письменном виде мы передаем учителям эту информацию. Можем сказать, что на сегодняшний момент общий тренд такой удовлетворенности всем тем, что сейчас происходит у нас, дистантного обучения, в общем-то, он растет. Но тут нужно обязательно затронуть проблему неоднородной диги-компетентности родителей. К сожалению, несмотря на то, что мы в наших принципах дистантного обучения сформулировали так, что на уровне начальной школы мы делаем интегрированные задания, уроки, фокусируемся на навыках, на оттачивании навыков функционального чтения и, в общем-то, сосредоточились на предметах родной язык, математика, эстонский язык. От родителей получили обратную связь, что, несомненно, они хотят получать задания еще и по английскому языку. Это не значит, что все остальные предметы остались у нас в стороне, просто у нас такое интегрированное обучение на уровне начальной школы. Даже учитывая все эти послабления, так сказать, конечно, оставляет желать лучшего именно работы родителей в данной ситуации. Да, иногда надо больше ребенку уделить внимание для того, чтобы отослать работу, чтобы учитель мог прочитать, дать обратную связь и так далее. Получали очень разные письма от родителей. Был некий такой крик души, что мы работаем, а теперь должны выполнять роль в роли учителя. Но, к сожалению, это так и по-другому никак невозможно организовать. Поэтому тут призываю всех поддерживать родителей. Иногда даже нужно выслушать то, что родитель говорит, но при всем при этом, как бы, от этого ситуация не меняется. Поэтому очень важно друг друга поддерживать. Но могу сказать, что даже в этих условиях у нас есть такая нужда. В основной русской гимназии мы работаем над программой развития, например, фокусное интервью, интервью фокусных групп. Мы достаточно успешно проводим тоже, используя платформу Google Meet. И я считаю, что мы продвинулись в этом уже. Также учителя исходят из опыта, который они получают в еженедельном использовании Google Meet. И, в общем-то, некоторые стали проводить уроки, используя эту платформу. Ну, Skype тоже очень популярный. Могу сказать, что платформа Google Classroom с каждой неделей набирает все больше и больше оборотов. С каждой неделей, так сказать, запасы и хранилища учебных материалов пополняются. И, в общем-то, обратная связь от учащихся тоже очень положительная. И, что немаловажно, что учителя делятся между собой этой информацией по использованию этого ресурса и обучают друг друга. Тут надо отдать должное, что образовательные технологи делают свою работу очень хорошо. И, вплоть до того, что делают индивидуальные консультации по этому. Так. Ну, что касается такой антистрессовой, что ли, деятельности. Мы достаточно успешно провели день без гаджетов, без умных устройств. И было у нас 25 марта. И школы получили рекомендации от учителей физкультуры. Там были разные альтернативные варианты проведения этого дня. Все они исходили из тогдашних рекомендаций Департамента здоровья. И каждый сам для себя мог выбрать такую посильную физическую нагрузку. И получили очень много положительной обратной связи. И решили, что практика проведения таких дней без умных устройств, они очень нужны. И следующий такой день у нас будет 13 апреля. День будет посвящен семейным ценностям. И, опять же, от школы будут рекомендации, как этот день провести. Естественно, никаких заданий на этот день не будет. Но классы должны будут предоставить такой посильный отчет о том, как в целом класс провел этот день. Опять же, говоря о проблемах, можно сказать, что, так же, как и другие коллеги говорили об этом, что есть учащиеся, которые выпадают из учебного процесса. И что бы мы ни делали, все равно эти проблемы есть. Они никуда не уходят. Можно сказать, что некоторые из тех, которые в обычной школьной жизни выпадали из учебного процесса, они очень успешно даже адаптировались и выполняют эти задания дистантные. Что касается тех учащихся, у которых вообще с учебной мотивацией большие проблемы, то здесь проблемы, видимо, такие же, как и у всех. И, к сожалению, на сегодняшний день мы можем сказать, что эффективность работы с такими детьми у школы, наверное, ну, как вам сказать, наверное, выше, чем у представителей Васты Кайца. Поэтому всячески пытаемся связываться с этими учащимися и возвращать их в учебный процесс. Но не всегда это возможно. Что касается функционирования школы как одной большой организации и ее способность приспосабливаться, то я могу сказать, что, конечно, для обеих школ данный кризис и вообще приспособление к новым реалиям учебного процесса. Но при всем при этом мы можем сказать, что учитель, который мотивирован, который фанат своего предмета, он всегда найдет возможность донести свой предмет интересно, вне зависимости от условий. И, к счастью, у нас очень мало таких преподавателей, которые ищут возможность рассказать администрации о том, чего он не может сделать, да. В основном, конечно, учителя очень открыты. Да, некоторым больше требуется усилий для того, чтобы освоить технику или там платформу какую-то. Но, в общем-то, все мыслят позитивно и все при встрече желают друг другу здоровья. И одно пожелание всегда, чтобы скорее все это закончилось и чтобы мы вышли на работу в школу. Но тут я должен согласиться с Людмилой Рождественской о том, что в какую школу мы выйдем в сентябре, это во многом зависит от нас. Поэтому я присоединяюсь к такому призыву делать больше совместной работы, потому что даже на примере двух школ соседствующих мы можем сказать, что особенно в первые дни, тогда, когда надо было очень много роликов снимать для учителей по освоению различных прогресса этой задачи, только благодаря тому, что мы делали совместную работу. Поэтому я только за. Вот вкратце, что я хотел донести. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Так, если есть какие-то вопросы, пишите в чат. У нас за сегодняшнюю сессию я вопросов особо не увидела. Юля пишет, Головко, что большое спасибо организаторам. Очень интересно было узнать, как в этих сложных условиях работают наши коллеги, и услышать, что у них получается, с какими проблемами сталкиваются. Спасибо всем выступающим за предоставленный опыт. Молодцы, успехов и здоровья всем. И Людмила пишет, что поддерживает призыв школ к сотрудничеству. На самом деле здесь, мне кажется, очень правильно, что такая ситуация, когда в одиночку выстоять очень сложно. И одна голова хорошо, несколько голов всегда абсолютно лучше. Я в этом плане, Андрей, на самом деле восхищаюсь, потому что тут и с одной дошколой сложно справиться. У вас две школы. Я, честно говоря, не знаю, как вы справляетесь. Со школами справляться не надо, если есть правильные люди. Поэтому я сторонник того, что управлять можно только процессами. Людьми невозможно управлять. У нас, я могу сказать, что правильные люди на правильных местах. Все хорошо. Хорошо. Так, Людмила? Ну, я, собственно, может быть, взяла бы слово, чтобы напомнить, что нам все равно нужно обсуждать больше не инструменты. Мне кажется, за три недели насытились уже. И здесь сейчас должен пройти естественный процесс. Он должен был пройти естественный процесс отбора. Сейчас я, если надо, я включу видео, чтобы я против света несколько знамеренно села в контровом свете. Ну, потому что не в лучшей как бы форме сейчас. Очень много работы поглощает. Но хочу сказать, что, понимаете, вот это кидание друг в друга. А вот еще есть такой зум, а есть еще такой. Школа должно все-таки что-то устояться. Это не значит, что мы должны наложить вето на использование каких-то целей и рекомендовать вот использовать только это и больше ничего. Мне кажется, вообще дискуссия должна сместиться. Это нормальный процесс в обсуждении вообще того, о чему и зачем мы учим. Вот глобально. Понимаете, ни больше, ни меньше. Потому что, понятно, есть одна тенденция. Так называемых успешных учеников. Об этом пишут и в обратной связи родители, об этом пишут сами дети. А вы знаете, мне понравилось. Я сам распоряжаюсь своим временем. Я сам распоряжаюсь, на что мне потратить лишние взрывы. Когда я могу организовать что-то для себя, для самообучения. Ну, и с умением вдруг открыли все это плохо. Но повторяю, касается... Так, у нас что-то со связью. ...северных семей, возивленных учеников. Плохо, да, было слышно. А, сейчас нормально. Нет. Нет. Плохо. Меня слышно? Связь плохая, да. Да, Людмила, связь плохая, да. Вы пропали? Плохо, да. Так. Может быть, у вас видео зависло? Попробуйте видео выключить. А, давайте сейчас попробую пустить видео. Вот сейчас хорошо. Вот так, нормально? Да, понятно сейчас. Знаете, я... А, сейчас хорошо. Ну, собственно говоря, мы все это констатировали, все трое выступающих, четверо, что дистант обнажил проблемы, существующие в школе, не на уровне гаджетов, не на уровне обеспечения, не на уровне даже дигитальных компетенций учителей или учащихся, понимаете, а на уровне того вообще, насколько эффективно пребывание ученика в школе так много времени, чем он, собственно, занят, какой процент занимает вот эта социализация или, так сказать, выполнение роли камеры хранения, даже тусовка, как мы это говорим, для детей. А сколько, собственно, из этого занимает, собственно, непосредственно обучение. Вот вопросы эффективности, что в онлайне, что в оффлайне, они выходят на первый план. Ну и, конечно, перед нами вызов колоссальный. Как нам сейчас, используя момент, знаете, чтобы потом неразбросанные какие-то ашметки собирать и говорить, ну да, вот мы справились, было время, даже было весело. А все-таки поработать на то, чтобы у нас появились какие-то нормальные, адекватные онлайн-курсы в поддержку очному процессу, понимаете? Чтобы учителя наконец поняли, что не надо откладывать, понимаете, бумажный экзамен по математике не означает, что сегодня надо математику продолжать, ну это моя боль личная, преподавать ее в бумажной тетрадке. И вот когда объявят этот электронный экзамен, вот тогда я и пойду и что-то выучу. Извините, оказалось поздно. Все-таки усилия, которые нужно к этому прикладывать и практика, которую надо получать вместе с детьми, она требует немножко больше времени, чем там три недели даже, понимаете? Должно быть постоянной практикой. Вот об этом, но я думаю, это просто отдельная тема для отдельной дискуссии. Дочевое слово как раз-таки это усилие. К сожалению, многие не понимают, насколько эта ситуация действительно трудозатратная. И некоторые родители оправдывают бездействие своих детей тем, что тяжело, невозможно сделать что-либо. Поэтому постоянно приходится объяснять, что учиться это всегда тяжело, учиться это всегда некий самоконтроль, самопреодоление и так далее и тому подобное. Поэтому да, учиться, действительно, самостоятельно учиться, тогда, когда никто не стоит над душой и, может быть, дополнительно не руководит тобой процессом и так далее, это тяжело. И родители сейчас это поняли. И так же, как и учителя поняли, что создавать качественный учебный материал в онлайн-среде или вообще используя какую-либо платформу – это тоже большой труд. Ну, я, пожалуй, добавлю, что согласен с обоими коллегами, выступающими последними. Мне кажется, что проблема, которую я вижу, это в том, что не все учителя до конца понимают, а в чем же заключается именно процесс обучения, когда мы ушли в онлайн. поскольку вот этот вот такой легкий путь накидать задания как по непосредственному уроку, так и домашние задания к нему, вот это для многих как бы это и есть предел того, что я делаю. А справедливо в этом смысле замечают родители, что, как вы уже тоже говорили, Андрей, где сам процесс-то обучения. Вы фактически переложили свои функции на нас, говорят родители, а обучение не происходит. И вот в этом смысле мне кажется, что многим учителям тяжело понять, а как вот этот процесс обучения должен происходить. То есть мы просто ушли в дигитальную среду, я продолжаю давать задания, проверять их, давать обратную связь и как бы, ну, наверное, и все. А на самом деле процесса обучения в этом смысле не происходит. И мне кажется, что вот, может быть, этот период поможет, поможет всем нам, особенно склонен почему-то думать людям постарше, понять, что обучение онлайн это не есть как раз накидывание заданий там в Еколе или куда-то на Google Диск, а это все-таки процессы еще требующих усилий, в том числе и от учителя. Ну, здесь проблема в том, что действительно, наверное, может быть, кажущийся самый простой вариант в том, что мы берем все, что было, и засовываем это все на экран. И получается, что почему сейчас возросла нагрузка и у детей, и у родителей, потому что все, что было контактно, вот даже мы с вами разговариваем, это происходит обмен информацией гораздо быстрее, чем если бы мы начали все то же самое излагать на бумаге и писать. И, соответственно, контактом в 45 минут можно заложить огромный объем информации, которую учитель привык за 45 минут передавать ребенку. В данном случае, в случае дистанта, вот тоже, может быть, кстати, идея для семинара какого-то, есть такой метод перевернутого класса, я точно не знаю, как это по-русски называется, очень мне нравится, как раз, что дается квинтэссенция нужной информации для самостоятельного изучения, и во время контактного урока по видеосвязи, например, происходит какое-то обсуждение полученной информации. И сейчас я вижу, что да, через три недели мы начали приходить к тому, что можно делать и так, но в большинстве случаев я все-таки опять же вижу, что это все равно мы берем, делаем картинки из тетрадок, куда-то посылаем, и вот в группах как раз очень много обсуждений по этому поводу, что, боже мой, мы-то сделаем картинку, отправим учителя, а у него таких 30 только в нашем классе, и все эти картинки нужно рассматривать, то есть что-то, наверное, идет не так. И на самом деле при дистанте, если думать о нагрузке учителя, вот то, что сейчас происходит, что все мы работаем по 12 часов, все мы, в смысле, это дети и учителя, но так не должно быть, это неправильно, то есть если у кого-то из учителей в вашей школе такая ситуация сложилась, что очень длинные рабочие дни, это значит, что там что-то происходит не так, как должно быть, потому что дистант предполагает огромное количество подготовки, но он не предполагает, что ты будешь сутками сидеть и вот, и только этим заниматься. Я думаю, что вот у Людмилы как раз большой опыт тоже в том плане, что проводить вебинары и использовать метод перевернутого класса, и я не знаю, как, дистант должна давать определенную свободу в том, чтобы планировать свое время и детям, и преподавателям, но такие длинные рабочие дни, это значит, что что-то идет не так, может быть, человеку помощь нужна. Знаете, я хотела бы поддержать еще вот в каком отношении. Очень четко в кое-то веке прозвучал социальный запрос родителей, которые вдруг себя почувствовали субъектами образования. Не вот как мы их там на схемах рисуем, что, ну, включим еще родителей, вроде они у нас тоже что-то хотят и что-то решает. На самом деле родители сдавали детей, есть такое понятие школы, как камера хранения, и, так сказать, дальше уже делайте с ними что хотите. На самом деле был ли у них интерес к качеству и знаний? Ну, абстрактный был, конечно. И сейчас просто вот он написан, я могу это статистикой подтвердить. У нас очень такое охотное и многословно родители как бы полноценно отвечали на опросники обратной связи. Они пишут, запрос один, нам не нужны ваши знания, научите моего ребенка самостоятельно учиться. Знаете, ну, ваши знания это, ну, как бы, понятно, слишком грубо звучит, но понимаете, что если он будет уметь, он научится добывать знания. Но сейчас, когда мы считаем, что у нас остались только те же самые рычаги, отметка, ну, палка, понимаете, а пряником мы ему мультик потом пустим, значит, после урока. Да не хочет он уже вашего мультика, он скорее хочет там к своей игре, к чему-то своему и так далее. Значит, не сформированы основные учебные навыки, психологические функции базовые к какому-то моменту. Вот чем должна школа быть озабочена. Ну, опять, это длинный разговор. Тут еще такой момент, что амбиция родителя очень большую роль играет. Как так? Я была умница-отличница, ребенок учится на тройке. Я же должна вмешаться, встать над душой и смотреть, что он там делает. Я говорю, когда я вдруг поняла, что мой сын учится сам, да пусть это будет его тройка, как бы, но это его знание, и он хочет, что он ее исправляет. Это, ну, не я же учу в школе, я свои 12 лет уже отучилась. И когда родители придут к этому, что да, они должны поддерживать по запросу, но они не должны делать работу учителя, это факт. Вот, и, соответственно, как-то, может быть, поддерживать, помогать организовать этот процесс, создавать условия, чтобы ребенок мог учиться. А вот то, что Людмила, вы сейчас сказали, да, что научить ребенка учиться, вот это очень важно. Для этого действительно нужно наступить на горло своим амбициям, согласиться, что, ну, не все учатся только на пятерке, и это нормально. Вот. Так, кто-то еще, может быть, что-то хочет сказать? Очень резко и актуально сейчас... Андрей, микрофон. ...целеполагание. Очень, очень актуален вопрос цели полагания. Что мы спрашиваем, для чего мы спрашиваем, какие навыки мы хотим этими заданиями поддержать и так далее. К сожалению, не всегда учителя задают эти вопросы сами себе для того, чтобы это задание сделать. Ну вот, мне кажется, что некоторые, может быть, коллеги более старшего возраста, к сожалению, тоже цепляются за то, что нужно прогнать программу. И вот эта вот попытка прогнать программу сейчас в дистанте в том же объеме, в котором она прогоняется на уроке, это вот тоже основная ошибка. Потому что правильно, Андрей, да, абсолютно я согласна, что какая цель того, что сейчас происходит? Мы оказались в ситуации, когда мы не можем делать контактные уроки, мы все равно будем учиться дистантно, хотим мы этого или нет, от нас сейчас ничего не зависит. Определить четко цели. То есть я в прошлый раз тоже говорила, план максимум, план минимум. Если мы не справились с планом максимума, как мы достигнем качественно того, что было запланировано вот этим планом минимума, это может быть выход. То есть мы хотя бы сделаем что-то на каком-то уровне, но хорошо. Чем будем пытаться достигнуть каких-то светлых целей, которые заведомо достичь сейчас данной ситуации невозможно, и еще сделаем это плохо. Но тут каждый для себя тоже сам определяет. Так. Я думаю, что мы, наверное, сейчас должны закончить. Мин подсказывает, что да, уже очень много времени ушло. Спасибо всем большое за обсуждение. В принципе, это обсуждение можно продолжить, будет и в комментариях. Это видео будет доступно. Я думаю, что завтра с утра мы сделаем закладки, чтобы удобно было следить, где, когда, о чем говорилось. И я его тоже повешу в группу и на YouTube-канал Хитса. И видео первого семинара, оно уже тоже там доступно. Вот. Можно будет пересмотреть. Всем спасибо большое. Огромное спасибо Вячеслав, Людмила, Андрей. Большое-большое спасибо, что нашли время и все участники, кто пришел послушать. Вот. Я надеюсь, что это не последняя будет наша с вами встреча. Посмотрим, как получится, какие будут ресурсы и возможности. И вам спасибо большое. Да. Все. Всего хорошего. Да, всем до свидания. Спасибо. Будьте здоровы. Спасибо, коллеги вам. Хорошо. Да, всем здоровьем. Айвар Марвана выпит тогда.